Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии выскажет главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове Олег Прохоренко. Добрый день. Добрый день. Ну, давай попросим у слушателей прощения небольшое, да, за то, что... За звучание, за звучание. За то, что вы болели. Да, простуда подстерегла и подкралась незаметно. Вот, чувствуется, чувствуется, да. На сайте «Киров.ру» и на наших... На сайте «Киров.ру» есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там форумы для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. Ну, у нас предварительно список тем довольно разноплановый. Это и выборы, это и налоги, это и наркотики, и фонтаны. Ну, если, конечно, успеем. Я хочу начать всё-таки с одной из самых актуальных тем. Накануне в Иркутской области состоялся второй тур губернаторских выборов. Первый, который был в единый день голосования 13 сентября, не выявил победителя. Действующий губернатор, глава региона от «Единой России» Сергей Ерощенко не набрал 50-процентного барьера голосов. Поэтому второй тур накануне состоялся. И, о чудо, в рамках второго тура в Иркутской области победил представитель КПРФ. Первый секретарь места ВАКО КПРФ Иркутского Сергей Левченко. Первое заявление, которое он сделал, оно опубликовано на официальном сайте иркутских коммунистов. В первую очередь он будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Там у них сейчас ситуация такая же, как у нас в Кирове. Глава города выбирается депутатами, собственно, городской думы и возглавляет там Иркутск, представителя «Единой России». Вот как ты оцениваешь результаты этих выборов? Действительно ли это победа красных? Насколько она значима? И что вообще меняется? Ну, на самом деле, то, что КПРФ, партии, которая представлена в парламенте, которая достаточно лояльна к исполнительной власти, точнее, критикует жестко правительство, но не критикует президента. И более того, я напомню, Геннадий Андреевич Зюганов, когда Владимир Владимирович Путин набрал большинство голосов в избирательной войне, и Зюганов, и Жириновский его поздравили с избранием, не стали никаким образом протестовывать. Не разумеется, ничем. Да. Таким образом они показывают, что да, мы присягнули на лояльность, на верность Владимира Владимировича Путина. И есть такое негласное, что ли, правило было, что каждой из парламентских фракций, из этих партий, нужно хотя бы по одному губернатору в регионах иметь своему, да, и в данном случае ничего такого сверх необычного, наверное, нет, в том, что в Волокутской области победил губернатор, стал губернатором представителей партии КПР. Ну тут надо уточнить, что это единственный, да, сейчас глава региона, всего субъекта федерации у нас 85 стран, и это сейчас единственный глава региона коммунист, впервые с 2008 года. Хотя сама по себе тенденция, вот сейчас мы перед эфиром обсуждали, и говорили как раз о том, что во многих субъектах федерации, где выборы проходили в сентябре, 13 сентября, второе место, вторую строчку занимали как раз представители партии КПРФ. В большинстве регионов все-таки победу одержали представители партии власти в Единой России, да, но КПРФ были близки, там, в той же Мариел, где шел там лидер КПРФ от Кировского, депутат Сергей Ломаев, он там уступил, но уступил не так много действующему главе республики Единой Маркировой. Ну, как немного, 20%? Ну, скажем, показал хороший результат. Да, да, 30% свыше, с хвостиком. И это показывает, ну, в целом ситуацию, наверное, в стране, понятно, что в ситуации, когда там растут цены, и когда высокий уровень патриотизма, наибольшую, скажем так, привлекательность имеют партии как раз патриотической направленности и партии, которые педалируют на социальные какие-то... на восстановление социальной справедливости, увеличение пенсии, пособий, все для народа. Ну, грубо говоря, не консервативные и такие буржуазные партии, а левые социалистические партии, да, которые требуют... и они получают наибольшую привлекательность в глазах людей. Это естественно, и именно поэтому я думаю, что есть такой хороший результат у партии КПРФ. Но это не значит, что избранный Сергей Левченко не будет встраиваться в ту же систему, которая существует, так или иначе, ему придется это делать. Понятно, что у него есть какие-то заявления, есть какие-то яркие, вот как ты сказал... Прямые выборы мэра вернуть в Мурганский. Да, желание вернуть прямые выборы мэра. Увенчаются ли они... Это успехом, мы посмотрим, да, насколько это будет успешное начинание. Но в целом, я думаю, что в политическом раскладе не сильно что-то изменится, в той же и в КОС-правильности в том числе. Еще несколько слов по поводу уже единого дня голосования в 2016 году. На федеральном уровне мы будем выбирать потом государственный, я думаю, на твой взгляд. Может обостриться противостояние депутатов? Я думаю, что, я думаю, что битва будет жесткой, вот, и Единой России действительно сейчас приходится делать какие-то вещи яростные, в том числе чистить свои ряды, да. Мы знаем все прекрасную историю, там, с губернатором, с главой республики Коми Вячеславом Гайзером, который сейчас под следствием за создание организовано преступного сообщества, там, с общей кассой и так далее. И, там, 15 фигурантов по делу арестованы. И это все, я думаю, что связано в том числе и с будущей избирательной кампанией тоже. То есть Единой России нужно очиститься и показать о том, что мы свои ряды почистили, и мы теперь очистили перед людьми. Старей и шобелей и пушистили. Можно сказать, что так, да. То есть это говорит о том, что предстоящий выбор в Государственную Думу, а у нас одновременно еще будет выбор в Законодательное Собрание. И мы помним предыдущие выборы в Законодательное Собрание, где позиции КПР были сильные также. И, собственно, ДПР со Справедливой Россией у нас достаточно хороший, приличный процент набрали и имеют там своих представителей в Законодательном Собрании. Поэтому здесь нужно приложить будет огромное усилие. Я думаю, что и финансирование какое-то будет изысканно опять на те же строительство дорог под флагами Единой России, может быть, строительство дополнительных спортивных объектов или каких-то фабов. Ну, социально значимых объектов. Ну, социально, да. Какие-то социальные вещи. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это все-таки деньги, которые будут отвлечены от основных нужд экономики, и потом может случиться такой провал с нехваткой средств. Но это уже очень далекая перспектива, пока мы видим приближение этой гонки как раз в виде чисток. Хорошо. Из будущего переносимся в настоящее, в наши дни, в Кировскую область. Хочу сейчас затронуть тему последнего пленарного заседания областного законодательного собрания. Я имею в виду законопроект, о поправке, вернее, в закон Кировской области, аналоги на имущество организаций в Кировской области. Подавляющим большинством голосов эти поправки были приняты в первом чтении. В минувший четверг речь идет о том, речь идет о том, чтобы с 1 января 2016 года налог на недвижимость исчислался по-новому, я имею в виду торгово-офисное оповещение, да, вот тысячи квадратных метров, 1% от кадастровой стоимости в следующем году, 1,5% в 2017, 2% в 2018. Бизнес-сообщество насторожено, конечно, ко всему этому относится, и полномоченные по защите прав предпринимателей Андрей Вавилов и вице-президент ВТП Андрей Висенко будут добиваться все-таки, ко второму чтению, еще снизить. Снизить. 0,5% в нашем Андрея Николаевича передан говорил. Собственно, инициатива исходит от губернатора, да, от областного правительства. Ну, на самом деле, это федеральная инициатива. Ну, это поправки в Малуновый кодекс, да. Идет по всей регионе. Где-то уже приняли, где-то еще не приняли. Вот с докладом на ОЗС выступал министр юстиции Раман Береснев. Он отметил, что новый порядок, новая система позволит избежать налоговых преступлений, особенно тем предпринимателям, которые используют обращенную систему налогообложения и другие специальные режимы. обоснованность этой новой схемы. Ну, как уже было сказано, схемы принимать в любом случае надо. Вопрос лишь в том, что сейчас ситуация действительно для многих торговых центров, не для всех, но для многих достаточно критичная. До 40% помещений пустоят. Это значит, что владельцы торговых центров или, ну да, как правило, владельцы, они должны зарабатывать на чем-то или управляющие торговые центры, они должны зарабатывать эти деньги на повышение арендных ставок для других. В данном случае есть, конечно, позиции разные. Действительно, цена для кого-то вырастет, для кого-то несколько снизится. Но в целом, если там расчет, смотри, плюс даст этот бюджет 52,5 миллиона рублей, то значит, в целом по региону цена повысится. Получается. Это в 2016 году? Да, стоимость вообще, стоимость этих помещений для их обладателей. Естественно, это ляжет на карманы потребителей. Потребители сейчас после бума предновогоднего несколько подумерили свой пол покупательский и кредиты не так уже охотно берут. В общем, и банки не так охотно кредитуют потребительское кредитование. Поэтому я прекрасно понимаю вот этот посыл. Давайте сначала сделаем 0,5, потом, может быть, ситуация выправится, потом, может быть, экономика заработает и потребители начнут покупать товар. И у тех, кто арендует эти площади в торговых центрах, у них, может быть, будет, опять же, ситуация улучшена. Посмотрим, что будет по второму чтению. Пока, если ситуация экономическая до 2018 года сохранится такая, какая и есть, я опасаюсь, что действительно товары серьезно подорожают. И многие игроки, которые занимают места в торговых центрах, оттуда уйдут, может быть, придется перепрофилировать даже торговые центры под что-то еще либо приостанавливать деятельность. Но не сносить? Ну, сносить объекты в любом случае смысла и нужды нет. Это объект недвижимости, который может использоваться в разных назначениях, будет искать более прибыльные способы. У нас, когда выступал Дмитрий Потапенко, здесь же в мире, на Эхе, я потом отдельно смотрю с... Известный российский предприниматель. Да, который стоял у истоков эксперт ритейнгрупп, развивал сеть Пятерочка и сейчас развивает собственные сети, несколько сетей. Он, на мой вопрос, что будет при приведении ставок к адаптной стоимости, ставок налога на имущество, он сказал следующее. Ну, увеличится количество криминальных, не криминальных, но нелегальных схем, когда будут привлекать оценщиков те, которые дадут более низкую цену. Заниженную. Заниженную подострованную стоимость. И одновременно, вот мы этот вопрос обсуждали с Андреем Григорьевичем Валиловым, он мне подсказал, что сейчас на уровне Госдумы рассматривается вопрос о том, чтобы оценку проводили только государственные структуры. То есть, изначально уже понимая, к чему это может привести, государство тоже смотрит, чтобы не было заниженной подостровой стоимости, чтобы отдать это на откуп именно государственную структуру. Это не очень хорошо, на самом деле, потому что такие вещи все-таки должны делаться конкурентно. Но, видимо, чтобы подстраховаться как раз от криминальных, каких-то полукриминальных схем, такие меры прорабатываются. То есть, по большому счету, ты поддерживаешь точку зрения? Я поддерживаю... Валерий Турул, который сказал, в том числе, в нашем эфире, о том, что товары все-таки подрастут, если увеличится налог, владельцы переложат на аренды. Безусловно. Вопрос в том, что у кого-то ставка вырастет, у кого-то не вырастет, у кого-то останется неизменной. Но при приведении ставки к 2% от кадастровой стоимости к 2018 году, как есть сейчас в законопроекте, который пока не принят, вернее, принят только в первом чтении, это, безусловно, будет плюсом еще к тем затратам, которые уже несут владельцы вот этих вот... Ну, не только торговых центров, речь идет вообще о владельцах коммерческой недвижимости. Впрочем, и физлица тоже касается, то есть на том же заседании ЗАГСобрания уже был принят в двух чтениях закон о том, что для физлиц уже с 2016 года, с 1 января, это значит, что срок оплаты будет уже в 17-м году, будет как раз ставка 2% от кадастровой стоимости. Но там есть некое послабление в виде 20 квадратных метров на комнату и так далее, и так далее, которые не подпадают под уплату налога. Кстати, депутат СССР Дмитрий Русских, он не уверен и не согласен с этой точкой зрения, он считает, что вполне возможно не повысится стоимость товаров, потому что цена аренды снижается и владельцы, собственно, не заинтересованы в демокационной, чтобы вообще ничего не было. Это понятно, но ниже рентабельности они тоже не могут упасть. Хотя, может быть, он предприниматель, поэтому, может быть, он лучше знает ситуацию, может, действительно, маржа была слишком высока у владельцев некоторых торговых центров. Здесь двояко, на самом деле, если ты являешься собственником торгового центра и у тебя нет большой закредитованности, то есть ты просто живешь на то, что тебе платят аренду и операционную деятельность ты осуществляешь за этот счет и получаешь еще прибыли, то есть предприниматели, которые строили торговые центры или достраивают сейчас, они в кредитах, естественно, и эти кредиты нужно отдавать, и на них вот это бремя ляжет очень тяжелой нагрузкой. На этом пленарном заседании регионального парламента рассматривался еще один, на мой взгляд, интересный законопроект, его автор, депутат Николай Дубравин, но ты прекрасно знаешь, да, суть законопроекта в том, чтобы оплачивать компремонт уже по факту, то есть ремонтировать за бюджетные деньги, а потом уже объявлять этот сбор в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Законопроект не был поддержан, но ты находишь его разумным. Там было так очень на грани, все представители оппозиционных фракций проголосовали за его принятие, каждый апеллировал к своим доводам и к своим резонам. Основания есть для этого, это действительно честнее, это действительно правильнее, когда по факту граждане оплачивают услугу. Вопрос лишь в том, где деньги взять, потому что создание фонда капремонта и вообще вот эта система капитального ремонта за счет средств собственников, накоплений этих средств на спецсчетах, она появилась не случайно, она появилась ввиду отсутствия у государства средств, да и в общем всегда собственник несет бремя оплаты содержания своей собственности, в том числе и капитального ремонта, и текущего ремонта и так далее. Насколько справедливо это сделано, другой вопрос. И схемы могли бы быть разные, могла бы быть схема предоставления льготного, беспроцентного займа кредита, когда ремонтируется дом, и потом в течение определенного времени жители оплачивают стоимость. Есть возражения, касающиеся того, что приватизация должна была происходить, уже приватизация капитально отремонтированного жилья, и здесь тоже по этому пути, насколько я знаю, Валерия Турова сейчас идет, они пытаются оспорить, то что граждане должны оплачивать как ремонт жилья, которое они приватизировали, так как по жилищному кодексу оно должно было быть им передано, и приватизировано. Тогда еще, в начале 90-х, уже в капитально отремонтированном виде, вот тогда наступает их обязательство, пока они не имеют права. Но, как бы то ни было, на федеральном уровне закон принят, и здесь есть, конечно, нюансы, есть варианты, и вариант Дубравин, он вроде как не противоречит федеральному закону, но здесь сумма 1,4 миллиарда, это на секундочку примерно 3% от расходной части бюджета обоснованного. На 1,4 ты имеешь в виду программы капремонта, сколько это было досвоено в этом году? Да, на 2016 год столько средств необходимо собрать для того, чтобы производить капремонты запланированные, да, и можно было бы два варианта, либо граждане собирают эти средства в общий котел и ремонтируется часть домов, потом на будущий год еще часть домов, есть вариант, когда государство изыскивает эти средства, вкладывают в капремонт и собирает затем с граждан, пополняя эту кассу. Естественно, не все граждане, наверное, будут платить, но и сейчас не все платят, тем более, что пока нет очевидного наглядного примера того, что капремонт сделан, сделан безукоризненно, качественно, с гарантией. А пока лишь только у нас 3 дома, да, в регионе? Ну, не 3, наверное, больше, в нескольких районах продолжается, да, но в любом случае мы отстаем от той цифры, которая была заявлена, там, чуть ли не тысячи домов за 2015 год отремонтировать. Погода вроде как позволяла, но там сложности были с разыгрыванием этих контрактов и с поиском организаций подрядных и так далее, и так далее. Удивительно, что не было, ну, понятно, чем это продиктовано, не была повышена ставка на будущий год, сохранена на уровне 7 рублей 10 копеек с квадратного метра для всех, потому что объем работ увеличивается, стоимость работы, я так предполагаю, и стоимость стройматериалов несколько вырастет все равно, но, как сказал на совещании Слободского Никита Юрьевича Белыху, все-таки он рассчитывает на то, что будут более сговорчивые подрядчики. Постопщики материала. Да, потому что сокращается в целом объем ремонтных строительных работ по региону, по стране в силу, приземленных, кризисных тенденций, и будет более жесткая конкуренция за каждый такой объект. За счет этого удастся снижать цену капремонта, капремонта, и мы можем сохранить на том же уровне. В общем, если хотите работать, если хотите что-то заработать, идите на встречу. Вот вам есть объекты, пусть они будут подешевле, но вы все равно на них заработаете. Только такой посыл. Я напомню, что это особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олега Прохоренко. До рекламы хотел бы затронуть уже незаконно-творческую тему. Я имею в виду форум «Биокиров», который прошел в нашем городе с 17, 18 и 19 сентября. Приезжал, как известно, вице-премьер Аркадий Дворкович, в частности, российская газета по итогам этого мероприятия написала, что более практическая плоскость была у форума в этом году. Его особенность. Ты видел эту практическую плоскость? Потому что третий форум уже, по мнению многих, дальше разговоров, ничего не делал. На самом деле, осадок не очень приятный был от этого форума. Благодаря, ну, только маленькому нюансу, это вот к организаторам, наверное, камешек в их огородах. Когда у нас журналист отправился на первое же заседание, посвященное биотехнологиям ВПК, вместо инженериума их отправили в маленький зайчик ЗАГС собрания, то есть третий или четыреста восьмой кабинет, не помню, уже сейчас. А в результате журналистам предложили покинуть насиженные места и постоять три часа, либо вообще выметаться. После этого освещать такой форум, естественно, желания абсолютно не было. То есть это форум ради галочки, на мой взгляд, ребята. Если вы хотите, то организуйте, пожалуйста, дело так, чтобы всем хватило места, чтобы всем было удобно, и чтобы не просто пообсуждали, а чтобы был какой-то выхлоп, в том числе и освещение. Подробно что-то. Я именно по этой причине желание дальше какие-то посещать мероприятия, наверное, ну просто даже, я не сказал, нет, ребят, мы больше не пойдем на такие круглые столы, потому что к нам так отнеслись. Это плюнули, что называется, в самом начале. Единственное, я не мог не сходить на лекцию Александра Раузана. Профессор Александрович, просто экономический гений в современности. Да, ты переделал это все в тексты, на сайте, и в газете «Бизнес-модости», в Кирилле это все можно почитать. И он, ну, как бы, на форуме был не совсем под тему форума, наверное, не про биотехнологии, он больше про будущее. Про будущее, про стратегию, про видение того, какой будет Россия до 2030 года. А давай я процитирую, вот, да, из этого выступления, из доклада председателя правительства, да, Дмитрия Антоновича Медведева. Дмитрий Анатольевич говорит, Александр Раузан, я вам могу сказать, как будет выглядеть Россия в 2030 году, если мы будем двигаться на прежнем нефтегазовом тренде. Это будет скучная страна, скучная страна, через которую будет проходить, как писатель Сорокин написал, мощная дорога из Китая в Европу. В стране будут жить гастарбайтеры, менеджеры и охранники. Детей будут срочно отдавать в финскую школу. Ну, на самом деле, не все это печально, то есть он предлагал варианты развития ситуации и развития нашей экономики, то есть выбора других просто приоритетов, да, то есть отказ от нефтегазового приоритета и развития каких-то вещей, в которых мы могли бы, Россия могла бы специализироваться, но в том числе наукоемких вещей, в том числе, почему бы и нет, военно-промышленный комплекс, но главное, о чем он говорил, и что я для себя вынес, это то, что у нас на сегодняшний день, к сожалению, не созданы привлекательные условия для людей интеллектуально развитых, с высокой квалификацией, они просто не востребованы, да, они не востребованы, так как были востребованы в Советском Союзе, пусть работали на оборонку, но они производили уникальные продукты, и мы действительно в 60-е годы были впереди многих других мировых держав. А уезжая за рубеж, ну, может быть, единицы, конечно, из них сейчас уезжают, они становятся успешными, очень даже постребованными. И успешными, востребованными, и получают достаточно неплохие деньги. Я знаю, не понаслышке, просто работают родственники в МФТИ, в Москве, это долгопробные, куда-нибудь Дмитрий Анатольевич Медведев часто заезжает, там есть факультет, выпускники которого практически полностью уезжают за границу, они там востребованы, ну, там касается физико-математического уклона, вот у нас они такой работают, ну, они могут заниматься научной работой, да, но какой-то прикладной, какими-то... Но жидные эти деньги просто-напросто невозможно. Прикладными вещами в сегодняшних условиях заниматься не могут. Кто присутствовал вообще на этой лекции? На какую аудиторию? Очень, очень разношерстная публика, на самом деле, и я очень признателен организаторам форума в данном случае, что сделали открытым вход, со мной рядом сидели представители частного бизнеса, и представители, руководители каких-то госучреждений, и студенты, и вообще все заинтересованные лица, кто кому-то... И отзывы-то были, на самом деле, очень хорошие, да, несмотря на то, что говорим, часто вещи неприятные, но иногда, знаете, надо... Неприятные для кого? Например? Для чиновников? Неприятные, нет, неприятные для нас, потому что осознать то, что мы, ну, не сверхдержава с долей, ВВП, в мировом ВВП всего 1,7%, и что нам не надо иногда бряцать оружием и выдавать желаемое за действительное, нужно просто найти свою нишу и попытаться ее упорочить, да, эту нишу в мировой экономике. Но, тем не менее, это были вещи разумные, и для того, чтобы у нас завтра было будущее, нужно это будущее попытаться спроекцировать и представить, и реализовать, начать, по крайней мере, реализовывать уже сегодня, начиная с образования, начиная с создания каких-то условий для инноваций, для инноваций в оборонном комплексе, для инноваций, пусть даже в нефтегазовом комплексе, чтобы мы не покупали эти технологии за рубежом, для того, чтобы эти технологии развивались у нас здесь. Прерываемся на небольшой перерыв, это у нас реклама, и две минуты вернемся, продолжится особое мнение главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олега Прохоренко. Да, в эфире особое мнение, сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове, такой небольшой рубрику, небольшой блок в рамках программы под названием «Условным наши отъехали». Вот об одном отъехавшем, я имею в виду уже бывшего руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Артем Молчанов, 18 сентября, последний рабочий день был здесь, в Кирове, переведен на работу в аппарат ФАС России, замначальника правового управления. Сейчас, с 12-го года, с мая 12-го года, Артем Владимирович возглавил наше управление ФАС. Каким для тебя зарекомендовался специалистом? Ну, на самом деле, это был блестящий, на мой взгляд, специалист. Причём, есть, просто сейчас... Ну, я имею в виду... На повышение пошло? Сейчас это потеря, конечно, мне кажется, для области. Дай Бог, чтобы он нашелся человек, который полностью заменил и добавил к его активности ещё своего. Артем Марию Никонова сейчас, его зам исполнит обязанности. Марина Леонидовна. Так вот, для меня было, честно говоря, неожиданно, что человек, который делал карьеру в администрации Гора Кирова, руководил там департаментом управления тогда муниципальной собственности, вдруг станет таким ярким руководителем федеральной антимонопольной службы. Причём ярким не только потому, что он там какие-то популистские вещи говорил, и был ярким спикером. Нет, вовсе нет. Действительно, за это время было много интересных дел, рассмотренных УФАС, и УФАС стал действительно такой силой для борьбы. Как правильно заметил Артем Владимирович, нам нужно не на русский манер бороться с монополиями, то есть за границей это называется антикартельной, вернее, нет как-то ведомства по развитию конкуренции, а в России антимонопольная служба. То есть мы боремся с монополиями, а там борются за конкуренцию. Так вот, нужно перейти от того, чтобы бороться с монополией, к борьбе за здоровую конкуренцию, когда на рынке все будут равны. Не всё, может быть, получалось, но то, что получалось, и памятные у нас суды были по бензину, как ты помнишь, там, с Лукоемома, то есть мы не боялись выходить на межрегиональный уровень, по рекламе, по рекламе. То есть не гнушались никаких тем, очень много было в последнее время тем госзакупок и предоставления имуществ в муниципалитетах, то есть доходили там до деревень даже, где предоставлялось имущество, земля, либо что-то ещё вне конкурса, и поднимали эти вещи. Центральный рынок, в этом случае. Да, и по центральному рынку, вместе с прокуратурой УФАС выступала. Ну, то есть старались как-то... А с другой стороны, есть действительно общественная работа, просветительская работа достаточно большая, и Артём Владимирович, сам специалисты УФАС, активно выступали, активно на конференциях сами организовывали, принимал участие как-то, ну, как слушатель больше в работе общественного совета. Там есть два общественных совета по рекламе и по конкуренции, по-моему, вот как раз по рекламе, где ведущие там, ну, китологи, аудиторы, юристы, представители даже СМИ и преподаватели вузов рассматривали корректность той или иной рекламы, визуальной рекламы, аудиотекстовой. Достаточно интересные подходы, достаточно грамотно ввелась работа, что касалось и связей с общественностью, что касалось работы со СМИ, что касалось работы с самими субъектами предпринимательской деятельности. Возможно, ну, как бы, всем не угодишь это точно, всем любим не будешь, но то, что работу Артем Владимирович делал качественно и честно, ну, это не случайно его призвали в Москву. Я думаю, что это как раз один из показателей того, что он свою функцию, свою работу выполнял в Кирове на оценку 5. Ну, будем надеяться, что будущий руководитель нашего управления ФАС тоже будет ответственным, грамотным, целеустребленным человеком и активно сотрудничать с журналистами, в том числе. Продолжается рубрика «Наши отъехали», но эти вернутся. Я имею в виду делегацию от Кировской области. Вот именно с сегодняшнего дня, по-моему, с 28-го числа официальный визит делегации Кировской области начался в Республике Крым. Это и депутаты ЗАГСобрания, и члены правительства, и губернаторники Белых, или полномоченные по защите прав предпринимателя в Турцию туда уехали. Это все продолжение вот той линии, той линии, той череды. Как известно, у нас в июне состоялись дни Кировской области в Перми, потом были совсем недавно дни Кировской области в Нижнем Новгороде, на очереди еще Удмуртия у нас, Жерский, вот Крым сейчас на несколько дней. Ты видишь, что, да, действительно там наполнено тем, вот, что бы тебе хотелось? Что бы тебе хотелось от этих дней? Я мало знаю о том, что происходит в эти дни, ни разу просто не ездил. Ну, встречаются. Мы как-то обсуждали здесь внутренний туризм с Алексеем Александровичем Дышининым, да, и он как раз в эфире приглашал... Зампредом и министром. Я хочу присоединиться наших туроператоров, которые делают туры по Кировской области, для того, чтобы они приняли участие, ну, для того, чтобы развить какую-то тему, которая у нас, на которой мы специализируемся, еще и привезти в другие регионы. Что касается Крыма, тут я думаю, что это, ну, такой федеральный тренд, все ездят, делегации от каждого региона, но здесь правильнее было бы, наверное, все-таки, чтобы ездили люди туда отдыхать, и для этого нужно сделать то, что обещано. Недорогие авиасообщения, и недорогое авиасообщение, недорогие билеты жизнедорожные, компенсация, может быть, отдыха в Крыму, тогда это заработает, тогда там и бизнес, бизнес будет чувствовать себя комфортно, когда будет покупатель, когда будет покупательская активность. В первую очередь, на твой взгляд, нужны активные людские потоки, да? Транспорт, да, Транспортное сообщение, в Крыму недостаточно инфраструктурных вещей, мы сейчас знаем, что там Украина пытается отрезать Крым от поставки товаров с Украины, да, от электроэнергии, но вот все эти вещи нужно, конечно, решать. Я не знаю, насколько делегация от Кировской области способна будет часть контрактов взять на себя, если это получится, это будет, конечно, интересно и здорово. Я не уверен, что ставится именно такая цель. Ну, а иначе зачем бы они ехали? Вот год назад мы смотрели, ровно год назад, ездил там бытые русских уже в Крым. Да, так, собрали по поводу сна, по поводу лагеря, да? По поводу лагеря, но вот, по-моему, так лагерь никакой мы не прибрали, и ребята не поехали в этот лагерь отдыхать, из Кировской области. Не осталось ли бы и в данном случае больше там все в договорах о намерениях. Я еще раз говорю, я был бы за то, чтобы было нормальное авиационное сообщение, чтобы была инфраструктура там развита, и бизнес подтянется российской любой. Как ищущие, да? Да, как ищущие рынки, потому что искусственно, коммерсанты, естественно, бизнесмена, не загонишь туда, где не налажено нормальное рыночное отношение, нет условий для развития. Но остается пять минут, я предлагаю еще пройтись вкратце по двум темам. Вот новость, появившаяся в конце прошлой недели, в следующем году в нашем городе появятся два фонтана, предположительно в Чистых прудах и Нововятске. Ну, трудно не заметить, что в последнее время трепетное отношение у городских властей к фонтанам вот в Парке Победы в этом году открылся, да? Ну, хороший, красивый, безусловно, и не менее хороший, красивый в сквере 60-летия СССР. Это что, вот, как ты оцениваешь? Ну, в сквер 60-летия СССР мы ходим с детьми на экскурсии. Да, я тоже впервые там побывал, буквально недавно. Это всегда превосходно, потрясающе красивая, и красивая музыка, и все такое. То есть это, безусловно, украшение города, и такая вода, она всегда дает какое-то дополнительное спокойствие, что ли, и выздоровление. Вот, к сожалению, у нас лето короткое, и фонтаны работают только, там, 4 месяца в году. Но есть световые фонтаны, да? А параллельно, на самом деле, если вспомнить, то в советское время у нас тоже фонтанов было немало, просто часть из них, вот, на филейке есть фонтан с рыбками. Ну, многие, кстати, сейчас, да, не знают, что они были раньше. Фонтанчик был у Института Тяжмаш на Карла Маркса, который закатались сейчас, там, скверик был, его закатали под асфальт собственники этого, новые собственники этого здания. Это перекресток Карла Маркса, как на Армейской, да? Чему я очень не рад, потому что у меня там дом рядышком, мы там гуляли с коляской в свое время, потом дети катались там на роликах на велосипеде, а потом все закатали под асфальт и сделали парковку. Поэтому, с одной стороны, город делает логие вещи, и, опять же, хорошо, что это делается не на городские средства, это делается, как правило, на средства частных компаний, каких-то меценатов и спонсоров. Ну, вот глава администрации, Александр Перескоков, подчеркивает, что если эти фонтаны не появятся, то они не бюджетные средства. В другой степени, какие-то вещи мы утратили, наоборот, и, к сожалению, отдали площадки, где раньше были фонтаны. Я считаю, что это делает в любом случае город наш еще красивее и привлекательнее в целом. То есть это некрасивые слова. Когда я еду в другой населенный пункт, я всегда сравниваю не по количеству магазинов, не как одеты люди, даже не как, может быть, асфальт положен, хотя это тоже важно. Насколько комфортно человеку жить в этой среде, насколько там много зелени, насколько удобно ездить. Вот, кстати, по поводу фонтанов. Все хорошо, все замечательно, фонтаны. И как человек, который регулярно ездит на велосипеде, мы тут, на прошлой неделе у нас было спортивное соревнование, была велоэстафета, где в том числе муниципальные, государственные служащие... В прошлое воскресенье, что имеешь в виду, да, в 20-30. Да, в эти выходные, самые последние, крайние выходные, был велозаезд, тоже велопарад. Добраться до этого велопарада ужасно, потому что по дорогам не поедешь в велосипеде, по тротуарам, если поедешь, то будешь мешать пешеходам, и придется слазить с велосипеда, либо ломать колеса раз 10, это только по центру города, я уж не говорю об окраинах, потому что везде по реке, и нигде не предусмотрены съезды-въезды. Единственную улицу, которую попытались сделать, это кусочек между Карлом Аркса и Лениным по улице Московской, где сделали нормальные съезды для велосипедистов, и для людей с ограниченными возможностями, это равноценно. Я бы предложил в эту сторону тоже посмотреть, подумать и не зацикливаться только на фонтанах и малых архитектурных формах, потому что, я не знаю почему, но чиновники воспринимают, наверное, сами редко ездят на работу на велосипедах, только пешком иногда, да? В день без автомобиля тут было, сообщение было, что три чиновника. Надо иногда все-таки попробовать прокатиться на велосипеде, для того, чтобы понять, насколько у нас город не приспособлен для этого, и что велодорожки нужны не на набережной. То есть велосипед – это не средство для того, чтобы отдохнуть. Тоже, наверное. Но это еще и средство передвижения, особенно летом, когда можно дороги разгрузить тем самым. Над этим тоже надо думать. И велодорожка – это не прихоть. Велодорожка – это насущная необходимость, потому что тем самым мы обезопасиваем велосипедистов, которые едут по дороге, и несколько, там, жизнь облегчаем автомобилистам, мы облегчаем жизнь пешеходам, которым постоянно тоже грозят эти велосипедисты бешеные. А куда им деваться? У них нет другой. То есть и здесь они лишние, и здесь они лишние. Давайте об этом тоже помочь. Я хотел спросить тебя, как родители, школьницы еще, а то, не надо переносить начало нового учебного года? Ну, ты знаешь, да, что поручение отдано президенту, я слышал мнение у вас в программе руководителей учебных заведений. В Германии, например, каждая федеральная земля свои сроки устанавливает как раз с этой целью, чтобы разгрузить несколько движений. Но это больше, наверное, не школ касается, а высших учебных заведений. Там мобильность достаточно высокая у нас. Я не вижу необходимости в этом. Потому что, ну, продлить летний сезон, значит, мы урежем летний сезон где-то. Где-то урежем, где-то продлим. Программу-то придется в любом случае, да? Если у нас считается, что перегружены железные дороги, ну, тогда, может быть, есть смысл по регионам это делать. Один регион раньше, другой регион позже, начало учебного года и окончание учебного года, соответственно. То есть с экономической точки зрения, наверное, это правильно, но есть устоявшиеся традиции, и от нее отходить будет очень сложно. И традиции 80 лет потом. Начало учебного года, я имею в виду 1 сентября. Спасибо большое, Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Именно его особое мнение сегодня это было. До свидания, всего доброго. До свидания, всем хорошего дня.